Приветствую с моими друзьями и гостями канала! Всем огромнейший привет! И это у нас вечерняя рубрика, которая называется Вечерние посиделки Чисто для своих, отвечая на комментарии И, соответственно, рассказываю что-то интересное Поэтому вы здесь не увидите красивый город Вы здесь не увидите еще что-то, будете видеть только мою морду лица Которая вещает непонятно откуда Точнее, с машиной Пока еду домой Время у нас без 20 уже 9 Сегодня рано домой почему-то получилось И давайте первое Спрашивайте, где квартира? Ребят, завтра постараюсь заснять Потому что много клиентов, много прокатов Просто физически не получается одновременно и показывать И одновременно еще и снимать Потому что все-таки я сейчас на YouTube стараюсь Если снимаю видеоролики, действительно такие ролики, которые вам будет приятно смотреть С хорошим качеством, с чувством, с толком, с расстановкой Не light в формате, это первое Ну и второе Все-таки, ну неудобно там при клиентах Неудобно Ну как бы, понимаете Я стараюсь даже при клиентах по телефону не разговаривать А здесь уж тем более Ну без разницы клиента, туриста, еще кто-то, гости Без праздника Теперь давайте с вами попробуем, что сделать Правильно Задали вопрос Сколько же обходится поход? Да, во сколько же обходится город? Сразу скажу, удовольствие не самое дешевое Вот мы, например, скинулись по 5500 Получается, вот у нас пошла группа Сюда входила у нас эта парковка Если не ошибаюсь, парковка стоит аж 3800 с машины Ну за два дня Соответственно, потом еще по 600 рублей за один день Это сам заповедник Это получается сколько там? 600 плюс 1200 Ну и там еще скидывались на еду Учитывая, что наша компания купила оборудование Все за свой счет Да, без расчета Потому что у нас, оказывается, часто Вон такие роды походы Ну и, в принципе, если вам взять какое-то оборудование Как минимум вам еще выйдет, наверное В тысяч Наверное, 20 как минимум выйдет А если взять спальный мешок Взять рюкзак нормальный Чтобы он не натирал никакое место Взять палатку ту же самую И так далее По мелочи, по мелочи, по мелочи Ну, набирается Можно взять дешевле Можно взять дороже Ну, говорю, средняя цена Но так как у нас оборудование было бесплатное За него мы ничего не платили То, соответственно, это удовольствие У меня не обошлось в 5500 Учитывая, что мы приезжали все-таки В каждой машине у нас было по 3 человека Тем самым там получалось Там, например, за парковку Там скидывались, получается, 750 Но это все вошло в 5500 Теперь кто-то скажет Блин, недешевое удовольствие Да, я с вами согласен Что это недешевое удовольствие И по большому счету Как бы я там начал узнавать Да, вот сейчас я начал мониторить Хочу все-таки попробовать Забраться на Эльбрус И так далее Ну, ребят, ну это, блин, не дешево Ну, реально не дешево Как бы И я могу сказать, что это Ну, такое недешевое удовольствие Даже взять нормальные кроссовки Которые будут, соответственно Не как я там тряпочных ходил Там беговых Где каждый камешек чувствовал И потом, когда Ну, я шагал по Росе Да, вот Это просто И у меня там все промокло И тому подобное Нет, конечно Там термобелье нужно Но это не дешевое удовольствие Для того, чтобы пойти в горы И получить удовольствие А не как я, да Это у меня там Многие натеры в этих кроссовках Само собой, разумеется Кроссовки убил Там они там все расклеились Не выдержали, да Кроссовки стоят там 8 тысяч Беговые Но они при этом не выдержали Одного похода Как бы так И, в общем В любом случае Да, как бы Может быть, кто скажет 5500 это дорого вышло Ну, знаете Я эмоции Получил Очень-очень даже много Учитывая, что Два дня я был Без кальяна Учитывая, что Сами готовили Сами Ну, это прикольно Был романтик И, в конце концов Тот заряд, который я взял Вот В горах Вот Его нигде не возьмешь Ну, 100% Поэтому Ни капли не жалею И следующее мероприятие Тоже буду посещать Без разницы Я думаю, что Даже если будут клиенты В городе Они один день Без меня справятся Не умрут И я тоже Не умру Ничего Я думаю Тем более У меня есть Сейчас брат Который может Меня подстраховать Есть А также Другие друзья Другие компании Которые также могут Подстраховать Поэтому Все нормально Следующий момент Сложный Или несложный Да нет Ребят Как бы, знаете Глаза боятся А ноги идут Действительно Когда ты смотришь на эту гору Страшно становится Думаешь, что ты никак в жизни не поднимешься А идешь Что у нас с нами были девушки Да, они были немножко полегче Но я имею ввиду И по весу И по всему Само собой Разумеешься Я теперь понимаю Что если, например Преодолевать что-то такое сложное Надо взять палки Те самые Да В которых вы сможете Спокойно Преодолеть то или иное расстояние Это действительно будет полегче Я без палок Ну, знаете Я еще извращенец Я еще Рюкзак потяжелее Там и квадрокоптер взял Целая куча камер А это все вес, ребят Все это вес Вес, вес Еще раз вес И по большому счету Я в принципе остался Довольный И вам всем рекомендуем Также сразу позвонил На эмоциях К своему другу Хорошему Сергею Сказал Давай сходим Он меня поддержал В общем Сейчас я думаю Попробую Может быть В том числе Из подписчиков Попробуем назначить дату И пройти В том числе Вот Ну, такой Хочется Компании Человек 10 Дружный Ну, подняться Во-первых Это дешевле обходится А во-вторых Это Интереснее Чем одному Ити как псих-одиночка Ну, реально Как бы Хотя бы пообщаться Да Следующий момент Стоит ли еще Проводить Да Обязательно Не знаю У меня вот это Сейчас превратилось в хобби Вот я думал Что Перегорю Там Нет Ноги не болят Эмоции получил Выше крыши И Ну, действительно Я понял Что Это хобби Гораздо лучше Чем Курить кальян Это хобби Гораздо лучше Чем Ходить в пивнушки Какие-нибудь И так далее Ну, это мое И там Мне действительно Было интересно И теперь у меня Даже есть Цель Попробовать На время Пробежать Туда И пробежать Обратно По горам Именно Пробежать Тоже Такая задача Стоит Само собой Налегке Без рюкзака Потому что С рюкзаком Бежать Ну, как бы Трудно Он натирает Либо Купить Какой-нибудь Рюкзак Какой-нибудь Чтобы Он В свою очередь Как бы Мало Доносился Ну, дискомфорта Ну, вот Как бы так Теперь Что касается Из Рекомендаций Да, если кто-то Собрался с детьми Да, ребят Можно Потому что Надо детей Приучать Хорошему Потому что Так уж получилось Что мы сейчас Разбаловали То у нас Детишки в школу Там 500 метров Едут на такси 500 метров Я помню Я до школы Ходил там Не знаю 20 минут пешком И ничего страшного Не обламывался И при том У нас В старом городе Была горка Которую нужно было Тоже немножко преодолевать Ну, такая же Как, например У меня в Мелодии леса Поэтому Ну, как бы Сейчас смотришь на детей Детишки все Толстенькие Упитаненькие С жирком И тому подобное Вот я Даже вспоминаю Своих одноклассников У нас одноклассников Толстых не было В частом секторе В частном Доме Которые жили Потому что Всем приходилось До школы телепать Хоть Хоть что-то Как бы Было А сейчас По большому счету Многие детишки Сидят на Играх всевозможных Да Кто во что играет И В принципе Двигаются Очень мало А движение Ребята Это жизнь Как ни крути Поэтому Нужно детей Брать и в горы Нужно детей Брать и На прогулки Нужно Детей Брать Везде Где только Можно Для того Чтобы Им приобщать Культуру В общем Очень все понравилось Все было круто На момент того Что дорого Блин Ну согласен Ребят Ну а что сейчас Дешево Сейчас все Как бы На рыбалку Сходите Если вы Хороший рыбак Вы соответственно В свою очередь Тоже Как бы Как минимум Там Сможете Потратить Там Не знаю Там Ну потратитесь Ну реально Потратитесь Потому что Везде В основном У нас Рыбалка Вроде бы Дешево Стоит Там 200 рублей Да За вход Ну Извиняюсь Ну за пойманную рыбу Нужно вам заплатить Потому что Все таки Пока вы ловите рыбу Это удовольствие Хочется бесплатно Вон вперед В море И там можно пробовать Рабочить Бесплатно Все Но здесь тоже Вот мы заплатили 600 рублей За день Да Находясь в заповеднике За что мы заплатили Тропинка есть Это раз Наверху Где лагерь Там худо Бедно Но есть К примеру Туалет Да Конечно Туалет Там без смывного Без сливного бачка Там еще Но там есть место Да Куда там Можно было сходить Да Был Ручей Где можно было Помыться Да Там Родниковая вода Ну это круто Ребята Это реально Это круто Это классно За что вы платите На рыбалке Ну тоже там Худо Бедно Есть туалет Худо Бедно Есть еще что-то Можете там Арендовать удочку Если вам не хочется покупать Потому что Если например Даже просто Решите Поехать на рыбалку И заходите Действительно Порыбачить И получить удовольствие Вам нужно купить Как минимум удочку Притом хорошую удочку Купить Чтобы вы Испытывали кайф Когда вы вываживаете Рыбу Да Не просто На палку Как минимум Вам нужно будет Купить Ну что еще Можно будет Купить Прикольно Паркуется Как минимум Нужно будет Вам еще Купить Какую-то там Одежду Какие-то там Не пойдете же В тряпочных Кроссовках На рыбалку Как Максим Нужно будет Что-то Взять такое Чтобы Соответственно Вам В свою очередь Было Комфортно Чтобы рыбалка Вам принесла Удовольствие А не то Что там Думали бы Когда там Быстрее Закончится Это все Страшное действие Ну вот как бы так Поэтому ребят Ну сразу говорю Не дешевое Это удовольствие Это Та же самая Природа Все Все это у нас Стоит 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 денег Ну и вот Как бы Как бы так Теперь Что касается У нас В целом Да Ну вот Например Благодаря тому Что сейчас Закрыто Заграницы Ребят Я вот Даже тот человек Который живет В Сочи Я сейчас Прекрасно понимаю Блин Как это круто Как бы Я бы Может быть Никак в жизни Не пошел бы В горы Там А так Я сходил В горы Просто Получил Просто Неописуемое Удовольствие Я просто До сих пор В восторге Ну как Так Вот понимаете И действительно Это Ребят Круто 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 Еще раз Круто Поэтому Знаете Нету Худа Без добра Жалко Конечно Что Надя Не пошла Все Припарковались Жалко Конечно Что Надя Не пошла Потому что Тоже Хотелось Чтобы Тоже Прошла Но Она Не любит Такого рода Ходьбу Прошли Очень много У меня даже Часы сбились Часы даже Перезагрузились Они просто Офигели На том Количестве Шагов Которые Делали Вот я сейчас Попробую Открыть тот день Пока у меня Часы не умерли Потом Да Перезагрузились Они наверное Думают Что Столько Нереально Пройти Подумали Что наверное Был сбой И так Сейчас Секундочку Попробую Вам сказать Если Конечно В памяти В телефоне Осталось Если В памяти Осталось Это у нас Была Суббота Это была У нас Суббота О Как мне Все Посмотреть Непонятно Непонятно В общем Не могу Посмотреть Но поверьте На слово Что там Перевалило Очень-очень Много И поэтому Так Поэтому В Сочи Есть те места Куда можно Сходить Куда можно Отдохнуть Где Можно Прогуляться В конце Концов Может быть В субботу Поеду Еще В тот Самый Сказочный Лес Который Находится В Хосте Тоже Потрясающее Место Где Приятно Находиться Те же самые Водопады Всевозможные И так далее Действительно Очень Красиво И Просто В Сочи Приятно Просто Даже Побегать Сейчас Я завтра Пойду В спортзал Наконец Сегодня Приехал Как дебил В спортзал В 7 утра Но оказывается У нас сегодня Работал с 9 Потому что Сегодня Праздник Сегодня Оказывается Все голосовали В общем Завтра В 7 часов Опять Пойду В спортивный зал И так далее По поводу Того Почему Я тоже Не снимал Я ждал Пару дней Потому что Многие Цены подняли Ребята И чтобы Ролик А 1 числа Уже там Цена Уже стала Другая Чтобы Вы потом Не писали В комментариях Вот Ты там Фейк Размножаешь Нет Ребят Потому что Никто не хочет Смотреть Дату Никто Ничего Не хочет Все Видят То Что Хотят Увидеть Поэтому Сейчас Более Менее Все Цены Поднялись И Я Теперь Могу Спокойно С Чистой Совестью Для Вас Все Это Снимать И Для Вас Все Это Вещать Ну Как бы Так В общем Все Что я Хотел Сказать Вечером Вчера Вечером Не выходил Эфир Потому что Блин Я был Уставший Как собака Я Очень много Провожу Времени С клиентом Очень много Провожу На всевозможных Объектах Вхождение Спуски И тому подобное Очень тяжело И так далее Ну и Сразу Вам скажу У меня Должна была Состояться Сделка С землей Сделка С землей Не состоялась Потому что Покупать В Сочи Более Менее Нормальный Участок За 4 сотки 4,5 сотки За 8 миллионов Это Бред Все равно И все-таки Мы когда поехали Смотреть участок Еще раз Да Вот Хотя был задаток Взятый Все остальное Поехали Посмотрели И потом Поехали Пока Смотрели Другие места И было Принято Что проще Купить Дом За 13,5 Миллионов Рублей На Тех же Самых 4 сотка Земли В коттеджном Поселке Закрытой Территории И тому подобное Уже построенной Зелени И тому подобное Чем Брать Например Тоже самый Участок За 8 миллионов И под себя Что строить И потом Как бы Эта себестоимость Дома Она там Выскочит Ну гораздо Больше Чем 15 миллионов Гораздо Больше Чем 20 миллионов Потому что Покупая участок За 8 миллионов Вы точно Туда каркасник Ставить не будете Ну и как бы Так Поэтому Все-таки Я так Ни одну землю Не продал Многие спрашивают Я очень много Показывал земли У меня Очень большая База по земле Но я еще Расскажу Так Та земля Которая мне нравится Самому Она стоит Примерно За 5 соток Земли Потому что Ну смысл Брать 3 сотки Земли Тогда просто В Катстенджер За 5 соток Земли Нужно отдать Как минимум Десяточку 10 миллионов Вот завтра Должен будут Снимать вам Одну землю На Каспийской С хорошим видом Все Но там Цена 10 миллионов За 5 соток Но извините меня За 10 миллионов Можно уже Подобрать Либо хороший дом Либо хороший Танхаус Ну 100% И Будут хорошие Нормальные соседи Не будут там Рядышком Выстраиваться Многоэтажки И так далее Поэтому Пока А то что Я хотел бы себе Да Вот я себе поставил Цель Купить дом В пределах 2 миллионов рублей Извините пожалуйста Но за 2 миллиона Вы получите Землю Непонятно где Где вы сами Никак в жизни Не захотите жить И даже в качестве Домика Там на выходные Хочется на выходные Приехать Вот как я приехал В город Представляете Вот сейчас был бы У меня дом Я бы наверное Взял бы Думаю Зачем мне тратить Я лучше в доме посижу А смысл Когда ты Сижуешь в квартире У тебя автоматически Ну как бы Кругозор Расширяется Ну вот как бы так Ребят Вот такая суровая Правда жизни Такая суровая Правда И этой Правды Никуда не деться Поэтому Еще раз повторюсь То место Которое Тебе хочется И опять же И даже За эти деньги Например За 10 миллионов За участок Там не будет Пешая доступность До моря Там не будет Пешая доступность До школы Если нужен Такой участок Такие участки Тоже есть Да у нас В районе Олимпийского парка Точнее в совхозе России Такие участки У нас стоят Там получается 5 миллионов рублей За сотку 5 миллионов Где там Море Да будет 15 минут Ходьбы Где будет Ровная поверхность Где будет Вид на город Потому что На море Там само собой Вида не будет Потому что На ровной поверхности Находится Ну вот как бы так И там вам нужно Будет 25 миллионов Дать только за землю 25 миллионов Вот такую землю Я бы за 2,5 миллиона Рублей взял бы 5 соток За 2,5 миллиона Рублей Где-нибудь в совхозе Россия Взял бы С большим удовольствием Но таких цен нет Даже за сотку Там нет цены 2,5 миллиона Рублей Сотка там начинается От 5 миллионов Рублей И выше И даже за 5 миллионов Рублей Нужно еще Умудриться Найти И это будет Просто земля Которую Нужно будет еще Получить разрешение Построить И так далее И так далее И так далее И в том случае Если мы строим В совхозе Россия Это нужно разрешение В том числе От пограничников Еще брать Там же у нас Все равно Аэропорт попадает В общем Все попадает Все что только возможно И еще брать разрешение От Сириуса Ни с того ни с сего Да-да-да Вот такой бред Поэтому Когда ты начинаешь Что-то считать И тоже у меня клиент Приехал Все посчитал Говорит Макс Давай Давай лучше дом Возьмем И все Потому что Ну реально Дом Притом взяли С видом На море В центральном районе Сочи Именно в центре Сочи Где школы Детские сады Бассейны Все это В принципе Все в 5 минутах И действительно Это место Где хочется жить Я бы там тоже Себе взял дом Ребят Если у меня была Одобрена ипотека Если бы мне дали Возможность Купить именно дом Но у меня четко прописано Это квартира Это какой-то первый взнос Это должна быть Квартира С ремонтом Ну Такие выдвинул Условия банк Если бы банк Вы бы сказал Берить что хочешь Хоть землю покупай Я бы купил бы себе Может быть там бы дом Может быть Еще я пока сомневаюсь Но вполне возможно Купил бы Но пока вот Все-таки остановился На квартире Потому что По сути В принципе Нормальные дома Это вам скажет Любой риэлтор Сочи Ну не тот риэлтор Который хочет вас заманить Они начинаются От 25 миллионов рублей Это те дома Которые похожи на дома И в которых Можно жить Все что до 25 миллионов рублей Да Вот КП Воскогорный Да Он стоит там 14 миллионов Ну 13 700 Плюс доплата за газ 200 тысяч 13 700 Ну ребят Ну там Как вам сказать Это не тот идеал Который вы себе Нафантазировали И нарисовали Понимаете Не тот идеал Хотя там Много я уже продал Как бы Там Лисочи Хилл Например За 3 раз Ну немножко Вы желаете Что-то другое Вы желаете Не знаю Где-нибудь Чтобы В районе Острова Мечты Там есть какие-то домики Но где Остров Мечты Земля 104 миллиона рублей За сотку Там продают Сарай Но Сарай брать Который нужно Еще демонтировать Который нужно Еще вывезти Но это Бред Я тоже считаю Такие Отдавать Бешеные деньги Ну согласны Со мной Наверное согласны Ну вот Как бы так Ребят Вот такая Суровая правда Сочинская недвижимость Вот скажешь За эти деньги Можно купить В Испании А ребят Покупайте В Испании Покупайте В Италии Я не навязываю Вам город Сочи Но мне приятно Было Я зашел Очень много У нас В июне месяце Посетил Людей Которые У нас Такие Так скажем Ферзи и боги У которых Есть очень много Денег Такие Ну не буду Перечислять Зашел к ним В инстаграм И все Они в восторге И все Они писали Мы не знали Что в Сочи Можно отдохнуть Не хуже Чем в Турции Само собой Разумеется Они брали Хорошие отели Само собой Само собой Разумеется Они не останавливались Где нибудь Там В гостевом доме У Ашота Где там Не знаю Там Где все Убранство Находится В огороде Нет конечно Ну если здесь Хороший отель Все Можно отдохнуть Очень даже Ха Хорошо И вы это Сами прекрасно Понимаете Да и мест Куда можно сходить В Сочи В одном Сочи Гораздо больше Чем например В какой-либо стране Полностью Например Столько мест В одном Сочи Нет Во всей Турции Куда можно сходить Горы Парки Аквапарки Не знаю Там Водопады И тому подобное Столько здесь всего Даже Не знаю Там Как бы Если поставить цель В течение месяца Посетить все У вас этого не получится Сто процентов Я четыре года Живу в Сочи И четыре года Для себя Открываю Сочи С другой стороны И я рад Что я открываю В Сочи Все лучше Лучше Больше Больше Это круто Ребят Это круто Подкупает Что в Сочи Сейчас летают Самолеты Как Не знаю Там Как Москве Электрички Сколько там Сейчас 15 самолетов С Москвой Только у нас Прилетает В день 15 Вы каждые Два часа Можете Либо прилететь В Сочи Либо улететь В Сочи Это тоже Большой плюс Ребят Этим не может Похвастать Келенджик Не может Похвастать Анапа Не может Похвастать Симферополь Да и цены На самолет В Сочи По статистике Самые дешевые Ну конечно Если вы не берете Там Вот за день До отлета Там вполне возможно Может быть С вас Дерутся Три шкуры А если подойти К отдыху Нормальным Заблаговременно То Будет Все Очень Даже Хорошо Да Это так Да Как раз Завтра Я поеду Снимать Все Свои Квартиры Там Вроде Одни Заинтересовались Но тоже Предупредил Что я Поднимаю Цена Не было Такого Что за Манухами Один Риэлтор Звонился С другой Компанией В общем Как бы Так Посмотрим Что По факту Получится С другой Компанией Мне Позвонили Ну Как бы Реально И По Жилому Комплексу Кватра Потому Что Все Прекрасно Приезжают Катаются С риэлторами И понимают Что Конкуренции Моей квартиры В Кватра Просто Не Существует 20 июля Будет Сдача Это 100% Информация 20 июля Сдача Поэтому После 20 июля Будет Абсолютно Другой Ценник Сегодня Мне даже Звонили Некоторые С отдела Продаж Там Тоже Интересовались Про эту Квартиру Я думаю Что Да Я думаю Что Настало Время Поднимать Цену И тем Самым Как бы Убью Двух Зайцев Если Не Продастся То Я Зайду На Ремонт 20 июля И я Думаю Что В конце Сентября Ремонт Будет Полностью Сделан И Родители Переедут В новостройку Но Я все Таки Хочу Им Купить Квартиру Вторичном Рынке Квартира Чтобы Была Побольше По Размеру Я Хочу Чтобы Папа Переехал Как Можно Раньше Чтобы Также С ним Ходить В горы Вдвоем Я знаю Папа Любит Потому Что У меня Папа Родом С Киргизии Есть Горы Есть Горы Тяньшань Тоже Просто Потрясающие Горы Папа Ходил Охотник Ходил И Рыбачил И Охотился Я Думаю Что Горы Это Его Понимаете Прям В тяне Тоже В горы Я думаю Что Мы С ним Еще Снимем Хорошие Сюжетики Для вас Как У меня Папа Всем Покажет Как Можно В 60 Лет Чуть Старше Чем 60 Лет Можно Преодолевать Горы Расстояние И Дать Фору Даже Молодым Потому Что Папа Не курит Папа Не пьет Папа Бьет Активный Образ Жизнь И Он Молодец И Он Для Меня Хороший Пример Поэтому Если Хочется Воспитать Хорошего Сына Хорошую Дочку Вы Должны Сами Быть Хорошим Априори Ну Это Так От Этого Никуда Не Денешься Ладно Ребят Наша Вечерняя Посиделка Подходит К концу Спасибо Огромное Что Посмотрели И Кстати Ребята Кому Не нравится Такой Формат Это У меня Сразу Написано Да Я Даже Никакую Картинку Не Оставляю Чтобы Вас Не Заманить Вот На Этот Видеоролик Зачем Вы Себя Насилуете Зачем Вы Смотрите Ну Как Бы Так Это Для Своих Это Те Люди Которые Как Не Знаю Которые Может Нравится Мои Мысли Которые Может Согласны Со Мной Или Которые Может Не Согласны Которые Вот Так И Напишите В Комментариях Такой Формат Нужен Вам Или Не Нужен Или Все Таки Если Уж Снимать То Выйти Где На Фоне Моря Гор Там Что Там Движение Показывать Рассказывать Я Такой Формат Тоже Снимаю Это Отдельный У меня Формат Такой Формат Тоже Есть Все Ребят Всем Вам Доброго Вечера Всем Спокой Ночи Ну а Кто Смотреть Будет Утром Вам Ребят С Добрым Утром Пока